Вопрос по поводу звука Шарда-Брама. В первые ряды как бы слышат вас, ваш голос, а задние ряды уже слышат только микрофоны. И какой диапазон действует звука Шарда-Брама? Вопрос по поводу звука Шарда-Брама. Когда мы слышим, что вы слышите, что голос может вас слышать, и когда другие голоса слышат, что голос может вас слышать. Какой влияние Шарда-Брама? Не волнуйтесь. Не волнуйтесь. Потому что Шарда-Брама находится на уровне Прами, на уровне Прами, не только на уровне Вайкари. Вайкари – это такая изображающая часть звучит звука. Вайкари – это та порция звука, которую вы можете слышать, и ей просто спикер помогает. амплифицированным микрофоном и спикером. И все части, которые транспортены от прана и буддхи, и на уровне индрия, все эти вещи, не требуют никакого электронного амплификации. Понимаете? Потому что Шабдабравны есть четыре уровня. Таким образом, те уровни, которые будут курить, и буддхи и индрия, они не могут быть даже куплены или амплифицированы по машинам. Таким образом, они только транспортены в присутствии. Сама седлана седлана. Это все же то, что вы сидите? А миска? Понимаете. Возвращение во двор и в таком, это не для вас вопрос. А вопрос не в том, где вы сидите с перед и взад, а вопрос на речь. Те, кто на самом деле слушают, и принадлежат подросток, а вот те, кто на самом деле слушают, Духом самопредания и служения, они на самом деле сидят спереди, а те, кто просто как-то говорят информацию какую-то собрать, они на самом деле сзади. Мы слышали вчера, Итипом Псапи Та Вишну, Артис Чэн Даба Лаксана. Человек, который считается, что он самопределительный, если, сначала, он уничтожает, а затем он уничтожает, а затем он уничтожает, и он уничтожает, и уничтожает, и уничтожает. Так что близость зависит от Сырэнга и Сырэнга, и Сырэнга, и Сырэнга, и Сырэнга. Но, в общем, те люди, у кого такое противоречивое настроение, и они не преданы, и они боятся куры Вайшдавов, И боятся куры Вайшдавов. Так что они любят сидеть в заднем, потому что они чувствуют себя безопаснее. Они чувствуют, что их индепенцией может быть вентяна. Так они чувствуют, что они могут проявить свою независимость. Так что они будут бояться, чтобы они были близки к Гуру Вайшдаву. Немножко так страшатся, подойти ближе. Так же Гуру Вайшдавов часто говорил, что не будьте сбоку и не будьте сзади, а будьте сперен Куру Дэвом, чтобы можно было установить контакт глазами. Потому что милость также переходит через глаза, через гляд. Потому что милость также переходит через глаза, через гляд. Если ты не смотришь мне в глаза, ты не поймешь, что я говорю. Потому что есть такая крепкая катакша. Так что Бхакти Дэви использует Вайшдавов как свою средство передвижения. Когда человек очень смиренный и хочет служить и молиться о Кришне, то Кришне проливает Свою милость. А тогда через взгляд Вайшнава эта милость приходит. Бхакти Дэви так проявляется. Так что это Крипа Катакш, милостный взгляд. Так что расстояние не касается физического расстояния, это касается сердца. То есть расстояние, на самом деле, не ограничено физическими параметрами. Речь не о физическом расстоянии, а расстоянии сердца. Yet, at the same time, just like a owl, does not want to come in the light of the sun, he wants to hide in the darkness. Those who have strong anahtas and mood of swathantata independence, they tend to hide in the cracks here and there, and not come in front of a group of five stars. And the same thing, as a owl loves to sit in the darkness and not go out in the darkness, those who have a tendency to live in the darkness, they want to hide in the darkness, and they don't go out in the darkness, and they don't go out in the darkness. So, when my guru-der, when my guru-der was in this world, all the senior vāishnās used to sit in front, and then the next level, and then the next class, like this. So, they were very serious, many were even my guru-der's own guru-der's. Staying in the madhi. Staying in the madhi. So, I did not want to be in the front, because I didn't want to come in front of those who were sitting. So, at first, I always used to be behind. But my guru-der very was free. He said, hey, pray for them to come here. And he made me come around and say, So, maybe because he was thinking that I am paying attention and noting everything. So, but still I was a little, somewhat ashamed, so I used to stare at the back. They had to be chastised me so many times, that I just had to surrender and sit in. Because those are in the front, they know, a guru-der is looking at me. And those who are in the back, I think, oh, he's looking at everyone else, but he doesn't see me. So, you should never think like this. Good example. Once there was a spiritual master, and he had some young disciples, their children. He gave each one a mango. Then he said, you should go away, eat it, where no one can see you. So, they went to different places, hiding places, and they ate the mango and came back. And they said, did you eat your mango, this guru-der? Did you eat your mango, this guru-der? So, one boy came back with his mango. He said, why didn't you eat your mango? He said, because everywhere he went, I was thinking that the guru-der is watching me, so I can't wait. Yes. So, then, he was very pleased with that disciple, and all the others became ashamed of their ignorance. And, I really liked this answer, and all the others became sad, that they didn't understand their own faith. and all the others said, that they didn't understand their own faith. So, they did not understand the truth, that they were talking about это больше как воображение, потому что джива тату, она неуничтожима. Вот, и мой вопрос касается следующего. То есть, во-первых, какие души предрасположены к этому, то есть является ли их это сварубой, из-за получения какое-то освобождение. И второй вопрос, поскольку джива все-таки у него неуничтожима, то какие у него есть варианты дальнейшего развития и выхода из этого состояния? Моя вопроса о Сейвадарма. В джива дарма мы читаем, что Раванат Адбабаджи говорит Раджанат, что Сейвадарма говорит, что Сейвадарма это как мгновение, потому что джива тату это не инстинк Fucking. И он. И, сом, то что, то, что сมелетриясь придут к Сейвадармуфти, первое. И, сом, то, что, если джива не действительно не будет разрушена, то как его можно отстать? Сейвадармафти. И, есть ли? Сейвадармафти не неизвестно. Сейвадармафти не неизвестно. Потому что воображение – это векалпа, это одна из функций ума. Если джива вошла в Саюджа Мукти, у него нет тонкого тела, с помощью которого она могла бы воображение совершать. Он говорит, что это воображение с точки зрения человека здесь, на земле, который пытается понять, что такое Саюджа Мукти. То есть, есть разница в том, что вот есть такой Брамат, который вездесущий, и везде существует. Когда джива сливается с ним, есть разница между этим и тем, что джива становится маленькой частичкой сияния Брахмаджоти. И персоналисты представляют себе, что капелька воды, которая входит в океан, становится частью океана. Но это не происходит. Но это не происходит. Но это не происходит. Эта капелька изначально представляет для себя некую комбинацию молекул. И вот эта комбинация молекул, их количество, оно остается тем же самым, просто теперь оно входит в океан, и мы их уже не видим в том же виде. Но это дефект нашего восприятия. В Саюджа Мукти или Нирвикалпасамадхи есть Трипути Винаш. Which means, in this world, you have a subject, an object, and the knowledge by which the subject knows the object. Three things. Трипути. То есть, есть три речи, субъект и объект, и знания, которым субъект может познать объект. But, in Нирвикалпасамадхи и Саюджа Мукти, Трипути Винаш, these three no longer exist. Но, вот в Нирвикалпасамадхи и Саюджа Мукти, эти трех понятия не существуют. Дежива тогда осознает себя, но нет объекта осознания. And what he's aware of, even his own self-awareness, has no characteristics. So, in Саюджа Мукти, the person has an experience that everything is one. Really, actually, it cannot be expressed, because if you say everything is one, then you also have some characteristics. It's not everything, and one. No, на самом деле, даже нельзя, это даже невозможно выразить, потому что, если мы уже выражаем, что всё есть одно, это уже способ выражения, которое уже чем-то выражено, то есть, это уже должно быть что-то. So, Сакхар Тараса said, actually, this is a Thalirvatch, and it's a indescriber. So, but, still, this is just an idea, and it's imagined in the sense that everything does not become one. That person is still a Jiva, and the Jiva is in the light of Brahma Jyoti, but it's just not aware that it's an individual. So, living entities who, they are demons who are killed by Krishna, they can go in Brahma Jyoti, and those who do Sangha with the Mumukshu, Rishis, who are aspiring for liberation, they also get the Samskars, for which I think were for Jyana, to pursue the path of Jyana. But, actually, nothing works without Bhakti. Karma, Jyana, and Yoga are all lame. They cannot produce the result without Bhakti. So, if a Jyani will practice some Bhakti in order to make his Jyana successful, then he maintains a Jiva Mukti, otherwise not. But, Jyana and Yoga, they all do not work without Bhakti. Without Bhakti, they are, like, cromies. So, if a Jyana is in order to help Bhakti, then he can do the same with Jyana Mukti. So, Rav Nhat Ratsaswami says, Gita-ma-pati-vya-gra-ma-svindu, Gila-sahavat-ma-ghalani, that don't listen to any Gita-ma-pati-mukti. They have an impression. You should think it's like a tiger who will eat your soul. You should think it's like a tiger who will eat your soul. You should think it's like a tiger who will eat your soul. It's a very... ... 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 И он стал пометовать свою гопал-мантру, гопал-гопал. И тогда он стал отплывать оттуда. То есть в этой линии мы видим, как у душ уже нет тонких тел, но они еще окончательно не дошли до этой стадии Союджи. Итак, перед Ишвара Союджа, может быть, что какой-то великого Вайшнава, как Нарад, кто-то может быть спасен. Кто-то, кто-то на бринге Ишвара Союджа, может быть спасен, кто-то из великого Вайшнава, как Нарад. Такого, как Нарада Муни. Иногда преданные, которые хотят освобождения, поклоняются Господу Шиве, и когда они попадают на Шива Лоху, они становятся преданными. Вчера мы слушали про Камануга и сам Патронников, потом еще бы так замечательно, как Хубаркул, что вы сказали, что лучше, когда она была в состоянии камы, и потом, когда она сделала массаж в опустом стопе, Кришне, всяко об этом ушла. И у меня были святые два вопроса. Где вопрос? Вот, в принципе, Куджи была в состоянии камы. Идет праг Штубакти нельзя назвать Камануга только, только потому что она не направлена на рейд. И второй вопрос, вот, что делать с Сахаржи? У них же тоже есть, как бы, разновидность камы. И, если Кришна абсолютно поможет, по большому счету, мы можем сказать, что это практика оскорбительная, но в том же момент, какой-то момент, есть сукрити, что ли, нарабатываясь на любви, в которой стоит кама, практика, практика. Можно ли это? Урлев, вчера мы слышали про Камануга и сам Патронников, и, также, вчера мы также, я Question about Kupca. First of all, we heard that when Kupca started to... she had some lusts to Krishnaya, and then when she started to massage his lotus feet she got freed from all that come. Принципами, она освободилась от сукам у Купча. So, her practice is not Kamanuka Vakti just because she is not attracted to Krishna or Vrindavan. The first question. And the second question is about because they also have some calm. So, do they develop Sukriti by this? It is offensive, but does it have some kind of Sukriti also? Okay, first, Kuru Jaga is the Kama Vrupa Bhakti, has two aspects. Kuru Kama Vrupa Bhakti is two aspects. That is the Sambhob Ichamai and Tattatbhob Ichamai. Sambhob Ichamai. So, Sambhob Ichamai means there is a desire to meet with Krishna. Sambhob Ichamai and Tattatbhob Ichamai means whatever Krishna wants, that's what I want to do. That means, it's actually Tattatbhob Ichamai, Tatsukka Sukkibhava is the same. means that Krishna's happiness is my happiness. Tattatbhob Ichamai means that the Krishna wants to meet Krishna, that's what I want to do. So, it may look similar. But the difference is this, when the Gopis want some hope, that means to unite with Krishna, it's because Krishna wants to unite. It's because Krishna wants to meet Krishna. Not because they do. They only want what Krishna wants. Whereas in the Sambhob Ichamai, whether Krishna wants or not, this is how I want to serve. So, Gopjja is in the third category. This is, there are three types of Manurati. And Gopjja is in the category of Sadarani Rati. That means seeing Krishna being very, very beautiful. She became attracted to Him. And she wanted to enjoy Him. So, that is Sadarani Rati. Sadarani Rati comes from seeing Him. Before she saw Krishna, she did not feel that attraction. And when the desire is fulfilled, then it goes down. So, that is called Sadarani Rati. Then there is Samanta Sarati. Samanta Sarati comes without even seeing Krishna, only by hearing about Him. And Samanta Sarati means that the relationship should be expressed in accordance with what is, let's say, legitimate or legal or socially acceptable. So, it refers to the love of the queens of Dwaraka who are married. For example, Rukmini heard about Krishna from Narada. Rukmini heard about Krishna from Narada. Only hearing. She began to develop the love of Krishna. So, without seeing Him. So, what did she do? Did she run away and go to meet with Krishna? No. Because that is not Samanta Sarati. That is not legal and legitimate or socially acceptable behavior. No. Because it is not Samanta Sarati. It is not legal and legal behavior. She wrote a letter to him saying that you should kill me because Samanta Sarati is successful. Because a warrior can kill a princess for himself. And he can take that princess as long as he can fight with all the other princesses. So, that is actually not Kamarupi. Because your brain is expressed according to the parameters of the shape of a particular relationship. Just like Mother expresses love for Krishna, also Mother expresses love. as a mother expresses love for Krishna. Friends behave within the boundaries of friendship. But in Kamarupi, Kamarupi means Prima. There is no boundaries. It can be expressed in any way at all. It can be expressed in any way. So, the love of Krishna is not bound in any way. Whatever Krishna wants in any circumstance. They don't think, well, I am aware of what the society demands. They just do whatever is this Krishna. So, those who are in this world, and they do the... Some Gopi Chambaya cannot attain Prindavan because this is not the mood of Gopis. If someone is thinking, I want to be Madhuriya Rasa, so I can enjoy with Krishna. Then, this is their desire. And it means that you are putting yourself in the competition with Shri Mati Radhi. So, all the Sakis also, they have Tata-Bha-Yichimaya. They want what Krishna wants. And that's why the Sakis, they don't have a desire to meet with Krishna, because they know Krishna wants to meet with Radhika, So they don't want to be Naika, they want to be Sakis of Radhika. So, it did a Pada-Mahasam Kaaski, Namara Sattkira. What the person who understands Rasa would not take shelter of the Sakis. They will not try to go directly to Krishna in Madhuriya, Rasa. И поэтому, какой человек, который понимает расу, не захочет принять побежущей Усаки, потому что они понимают мадурия расу. И те, у кого есть такое настроение, они могут стать служанками цариц в бараке максимум. Но они не станут гопи, потому что гопи существуют только для того, чтобы доставить части Кришне. Так почему бы Кришна предпочел просто какую-то непонятную дживу садаста-шакти своему униси парикару? Так что, если вы не нужны, чтобы дать Кришна счастье, чтобы уничтожить, что он хочет, то это ваша идея. Это не уважение к ните Сиддха парикару, особенно к празднике. Поэтому мы так не делаем. Мы стараемся принять побежущую садхи. И те, кто понимает раса тату, они понимают, почему. И те, кто не понимают, они начинают спекулировать и фантазировать в том, как они станут возрубленными Кришне. В Индии очень знаменит Миробай. О Кришне, ты мой герой. Я твоя героиня. Что случилось? Но в конце своей жизни она отправилась в двор Калилост, вошла в божество в двор. Так что, даже в глазах людей, они считают, что это не чистое настроение. Но, according к Расадатве и Гаудия Сиддата, мы не понимаем, что это просто. Обычно я считаю чистое преданное, но, согласно Расадатве и Гаудия Сиддата, это не чистое настроение. Какие люди думают, что Экалавия – это просто. Кто думает? Кто-то думает, что Экалавия – чистое преданное. Но он – демон. Поэтому пусть на вас не влияют мнения масс невежественных людей. Какие? Какие проблемы устоят? У вас больше детективов или больше? Недавно вас? Да, Витамин. Да, пройдет. когда мы слушаем о кришне и когда мы смотрим на картины шьёра на нас постепенно может формироваться определенный образ как так на внешнем плане может конечно окружение и так далее и вчера когда у вас и музей мы видели огромное количество прекрасных работ когда наше представление чем более серьезным образом расширяться относительно того как это выглядит на внешнем плане а вчера когда мы опять же проходили не в одной степу там она была страна формы вы сказали что тут возможно скульптор свой другой представитель или это была начальная форма его обучение этому мастерству и вместе с тем когда мы посещаем драму мы видим что во многих местах божества мы видим тоже с точки зрения нашей мирской мирского понимания не совсем так как мы бы хотели представлять его божества насколько важна форма или это одна из степеней защита это скажем так физического знания или там самого кришна того чтобы те кто не должен приходить к раму и смотреть на божества чтобы они не привлекались этим образом мы видим когда мы emitим на симпризисы как мы видим мы видим мы видим как Кришна может выглядеть и как мы видим что кристоты быстро мы видно чтобы кришна скидся на чем мы видим около каким-то кришна мы видим что кристоты мы видим что вы сказали, что артисты не были в школе или что-то. Но иногда, когда мы ходим в temples, мы видим, что какие-то дети не выглядят, как мы хотим их выглядеть, они не выглядят очень красивыми для нас. Как мы думаем о это? И также, есть ли это какие-то протекции против людей, которые не должны понимать, что они не выглядят. Нет. Нет, нет. Иногда шилпа, шилпи, то есть, craftsman, который делает статуи или после инсталляции это статуя. То есть, иногда есть шилпа, это тот, кто ремесленник, который делает статуи, и пока не произошло, это при инсталляции, то это просто статуя. У них есть разные уровни мастерства. У них есть разные уровни мастерства. Не все подобны Миколанджело. Иногда такие круповатые формы могут быть. те, кто должен снять артист. Такое наивное искусство. Такое наивное искусство. То, что их подобно сделать хорошо. Но иногда, если они не сделаны идеальным образом, это не страшно. Потому что все равно преданный будет омывать его, украшать, предлагать цветочки. И постепенно, по мере того, как ощущаются чувства преданного, Кришна reciprocates when devoted, Кришна begins to manifest His beauty. И Кришна отвечает взаимностью с преданному, и тогда Он сам начинает проявлять преданному свою красоту. То есть можем сказать, что с материальной зрения Божество не выглядит так уж удивительно прекрасно. Но это не значит, что Кришна сам не удивительно прекрасен. Гуру дают дикша-мантра ученику, и эта дикша-мантра – это Кришна-сварупа. И когда преданный служит Божеству, Он видит эту сваруку, Иштадева, своей мантры. И когда преданный служит Божеству, будет видеть своего прекрасного Иштадева, который откроется ему в мантрах. Кришна – очень добрый к живым существам. В очень обусловленном состоянии есть тенденция к импрационализму. И тогда, чтобы сделать Самскару, дать нам Своей Божественной формы, и чтобы принять служение тех, кто еще не квалифицирован для того, чтобы служить Кришне напрямую в сердце, Кришна милостиво является формой Божества. Викраха – Ви – это означает, что Вишеша, особенно Крана, чтобы принимать. Ви – особенно Краха принимать. Особенно для того, чтобы принять Ваше служение, Кришна является формой Викрахи. Статуя – это просто статуя. Но когда Гуру совершает церемонию, то Пран Прадишта призывает Кришну – пожалуйста, Кришна и Ви – сюда. И теперь это Викраха становится Сатиданан. И тогда ученик поклоняется этой Викрахой своей мантрой и видит там Своя Вишеша Дева. То есть, если есть какие-то физические несовершенства в простом образе, то, с одной стороны, это перекрывается милостью лично, который сам являет красотой, с другой стороны, кредальностью, кредерного, который служит Ему. Самое главное – это любовь. Если у Вас есть ребенок, и он нарисует Ваш портрет, и когда Вы его видите, то Продюстор – это не полетит меня. Вы вряд ли остормитесь и подумаете, ну что-то мне не полетил ребенок. Вы скажете, ой, как здорово, как красиво. Я не знаю, если это человек из Форума, но я хочу узнать Ваш позицию о женщинах ГУРУ и некоторых организациях. Я хочу узнать Ваш мнение о женщинах ГУРУ. Молая ГУРУ совсем вера. Но, на более серьезной ноте, there's a controversy whether ladies should become Iksha-ГУРУ. So, the gender is not actually an issue. Only ГУРУ can be ГУРУ. Just because someone is male, doesn't mean they can become a ГУРУ. Just as being male does not make one qualified to be ГУРУ, being female does not make one disqualified to be ГУРУ. То есть, с одной стороны, подобно тому, как мужское тело еще не дает вам квалификацию на то, чтобы быть ГУРУ, так и женское тело не дает вам дисквалификацию на то, чтобы быть ГУРУ. Читая Мабуши. Читая Мабуши. или самой низкой касты Шудрой, но тот, кто знает Кришна Татву, он может быть Гуру. Кришна Татву — это значит Кришна. Кришна Татва — это Кришна. Кришна — это два и два и два Татву. То есть знать Кришна Татву — это не значит что-то знать за Кришна теоретически. Это значит как раз Кришна Татву понимает, что Кришна — это и есть Сау Кришна, а создать Его. Тот, кто создал мантру, которую дал ему Гуру, помедует мантру, и у него есть Даршан Рахи и Кришна, и он внутренне служит им. Так что этот человек — это проявление Гуру Татву. Все чистые Вайшнамы — это Гуру. Есть у них ученики или нет. И когда они дают кому-то Дикша мантру, тогда они становятся Гуру конкретно этого человека. То есть этот вопрос становится противоречивым только когда мы помещаем его в социальный контекст. Потому что руководствующие советы этих организаций должны принимать решения. Не можем ли мы разрешить этому человеку быть Гуру, этому человеку, там, женщинам? Так что никто не становится Гуру, или никто не становится Гуру, потому что человек может быть Гуру или не может быть Гуру, просто потому что какой-то комитет ему дал или не дал штамм. Извините, пожалуйста, вот я подаю свою заявку на лицензию Гуру. Да, да, вот заполнись ее форму. Да, да, заполнись ее форму. Да, да, заполнись ее форму. Да, да, заполнись ее форму. Штамм, получите, расскажите. Гуру нельзя сделать или запретить кому-то быть Гуру, какими социальными процедурами. В истории Галдия Сафрадая было несколько великих Вашнави, которые стали Гуру. Как Кришна Прия, дочь Шрини Масачаги. Как Хималата Такурани. Как Гангамата Госвамини. Гангамата Госвамини. Гангамата Такурани. То есть пол здесь не является важным фактором, который имеет значение. А Jane Утамм, ваша работа Сафрадая. В результате слова? Проблема, главная проблема не в том, что женщина может стать Гуру. А проблема в том, что тот, кто не квалифицированamente стать Гуру, становится Гуру. И те, кто не утам Махават. Мадим Бхагават тоже могут быть Гуру. На стадии Бхавы или Асакти тот, кто Мадим Бхагават, может быть Гуру, потому что там уже проявлено Его Слава Бхагава. И Он служит Своей Слава Бхагават и Кришне. Но у Мадим Бхагавата должна быть связь с Слава Бхагаватой. Силат Бхатракши Шинамат, he gave an example, that if there's a small capitalist, he wants to start some enterprise. Then, if he puts all his investment in it, then if it fails, it's finished. But if he has the support of a very big capitalist, then he needs to cure for some time, because if it takes some time for his enterprise to become successful. Because to become successful, sometimes he needs great investment, but he doesn't have enough investment. But if he has the support of a very big capitalist, then he does enough investment, and his enterprise becomes successful. So sometimes the Madim Bhagavats, with the support of the Utam Bhagavats, they also play the role of the seller of accepting the seller. And they also become Utam Bhagavats. There should be some symptoms in Guru. Deep attachment for chanting Harinama, and profound Shastrakya, and profound knowledge of Shastra. These are the visible symptoms. Sometimes it was happening before, that some Gurus, they are not protecting Jambani. So then the society had to have a meeting, and tell them, you have to be in the temple every day, you have to see a basic thing to ask what you are chanting. And then they were in the temple, and then you had to go to the temple, and then you would have to go to the temple. and read the temple, and read the temple, and read the temple. And you would have to go to the temple. So sixteen rounds for the Neofight people, and let's just take an initiation of Guru. So this is just only unfortunate situation. So one should see that in the life of Guru, they have deep attachment for chanting Harinama, one lap, two lap, two lap. And that then Shastrakya is very profound. So to some degree this can be, the imperatory. But the main symptom of Guru is the Bhagavad-salup Aparoksh Anubhav. That means that he has realization of the sluha of Guru. So the imperatory that cannot be stopped by anyone. So then there were the symptoms of the appearance of the Baba and Guru, Shanti Ravriyatakala, being humble, tolerant, not wasting time, being very attached to Harikatha, and the holy places. So to some degree we can understand. So when the living entity has the shelter of Guru, this is actually Guru's muscle. Because in the beginning, the condition of the soul he cannot actually be discriminated from. He convinced the chemist but he is not infallible. Because in the beginning, when he is only close to Guru, he may have a list of qualities, and some criteria, which he is aimed at, but this is just his list. So those who have, they should want to try to understand Shishi Tattwa. What is a disciple? And what is a Guru Tattwa? What is the communication of Guru? And then take advice also from the Sattva Samaj, the Society of Sattva Samaj. Because if you have an advice of Sattva Samaj, he is a very nice Vaisnabe, he is a very nice Vaisnabe. And those who are not in shape, you can pray to Krishna, to Mahabhavu, to Nityananda, O Nityananda, please give us what you need. Manifest yourself in the form of my addiction. And then everything will go on in the nice way. I see, by the myself, Guru and Krishna. What is your opinion? Female Guru, your opinion. Yeah. Yes. I don't know, the etiquette, but some rules, you know, like, Kramin Shreya, that is in Samajshfakal. Yes, it is because, you see that in Vajrasan Dharmas, the ladies don't become Guru's. In Vajrasan Dharmas, Женщины не остановятся в умах. Потому что в Бхарна-шамадхарме тебе нужен Бхарна-свишнур. Бхарна-гайтре, которые женщины не проникуют. И Бхарна-гайтре, которые женщины не проникуют. А также Бхарна-шамадхарме совершают тапасы. Молодые женщины не могут тапасы совершать. Потому что вы не можете быть беременными, заботиться о детях и одновременно совершать аскезы. Это невозможно. Поэтому, женщины, если женщины не становятся pregnant, то общество будет неизвестно. Даже Греба-гур, Греб Садху, не растет на дереве. Они должны быть из-за мамы. То есть, мы должны понимать, что садху, даже великие садху не растут на деревьях. Они должны у кого-то родиться. И поэтому, для того, чтобы давать возможность садху являться в этот мир, где эти женщины могут рожать детей. И это не incompatible. Вы не можете постоянно жить вашими гурами, совершать суровые аскезы, жить жизнью. То есть, чтобы быть гуру кармы, внутри системы Варнашамадхармы, это невозможно для женщин. Это не их роль, внутри Варнашамадхармы. Но бхакти, это не Варнашамадхармы. Бхакти, это не Варнашамадхармы, это Мчайвадхармы. И поэтому, если кто-то говорит о том, что в бхакти человек и должен быть гуру, потому что у него такой-то полный в данной тусе женщина, это значит, что у них самих нет веры в вакте, они верят в вакте, свершенную с кармой. Они не верят в вакте, свершенную с кармой. То есть, они не карма, гьяна, варнашамадхармы, их вера все еще покрыта гьяной и кармой. Очень часто, когда есть какая-то организация, социальные институты, то такие решения... Они принимаются согласно каким-то общественным установкам, нормам. И в этой организации может даже не быть ни одного чистого садпа. И в этом случае те, кто говорит, не надо никаких женщин, они в принципе правы. Потому что если там еще и женщины появятся, то вообще это будет хаос. Но если кто-то квалифицирован, у него есть чистая вактия, то не должно быть никаких препятствий. Вы видите, в этом мире, вы видите, что нет ни одного института социального, который был бы стабилен. Об этом очень подробно писал, что на Бхагдисдансе на сваде как он. Он сказал, вы не можете написать такой подробный список правил, который бы гарантировал, что там будет всегда Бхакти. Потому что это материальный мир. И все отвергались к Кришне. Но они хотят быть религиозными. И они хотят использовать религию, чтобы помогать своему Ани Абилас, исполнять свои желания на материальном плане. И если есть великий Вайшнав, он привлекательный, он привлекает много людей. Но большинство людей приходят с Ани Абилас, с другими желаниями. И когда эта великая Вайшнав уходит, те, кто истинны и истинны, они на самом деле в меньшинстве. И они изначально не хотели никакого могущества и властного положения, потому что они пришли за Бхагдисданом. И как раз таки именно те последователи, у кого есть Ани Абилас, другие желания, они вот так вот локтями немножко продвигаются, себе место выкрывают властной структуре. Их называют экзотериками, то есть те, кто хотят чего-то внешнего. А те, кто на самом деле хотят совершать Бхагдин, это эзотерики, и они направлены вовнутрь. То есть экзотериков всегда больше, чем эзотериков, и они обладают большей властью в обществе. Но эзотерики очень харизматичны. И если все оставить, как есть, то люди будут привлекаться эзотериками. И для того, чтобы перекрыть этот поток людей, которые идут к эзотерикам, экзотерики вынуждены какие-то правила ставить ограничения. И они делают какие-то excuses. О, вы должны быть выкинуть из нашего общества. Они, ну, такие правила восстанавливают. Тебя нужно выкинуть из нашего общества. И так же они просто пытаются полностью забанить вот этих личностей эзотериков. Не ходите к ним, не слушайте их, не читайте их книги. И тогда эта организация, этот институт становится такой формальной структурой религиозной, в которой по факту нет содержания внутреннего. А в это время эзотерики все потеряли, как материальное состояние, но не харизматичны. Вы Солнце не можете спрятаться. И все равно по силе гравитации вот так вот люди привлекаются ими. И некоторые из них истинные, но большинство из них нет. А опять в большинстве из них не изменения. И тогда экзотерики приходят, и тогда экзотерики, и он снова экзотерики. И это такой цикл, который длится вечно. То есть у этого харизматичного сада тоже есть последователи, искренне, не искренне. И опять экзотерики, они выкидывают, вышвыривают эзотериков, и так происходит вечно. Силла Бахтистана Судакова объяснил это. Он сказал, что это для этого причина, что нет стабильного порядка, чтобы транслировать духовное знание в этом материальном мире. Даже Дикшапарампара. И поэтому Силла Бахтистана Судакова сказал, что милость идёт по зигзагу. И поэтому Шрила Бахтистана Судакова говорит, что милость идёт по зигзагу. То есть может быть у одного учителя нет квалифицированных дикши учеников, но может быть по своей милости он делает чего-то другого дикши ученика квалифицированного. То есть могут быть ещё такие прямые линии дикши. То есть могут быть ещё такие прямые линии дикши. То есть может быть, что милость идёт по зигзагу. То есть это самбрадая. Сначала Лакшми Деви стала, ну, богущественной из-за Рамаду Джачайды. Потом Брама Самбрадая стала сильной благодаря Мадвачайды. Затем явился Махаправу и принял дикши умений Мадвачайды. То есть по желанию Кришны так происходит, что по ходу истории то одна совпродается на земле и другая смотряя, или наоборот. Он дал пример. Он дал пример. Когда Кришна искал камень Шямантака, Он нашёл льва. Он нашёл льва. А льва убил предведь Джамбаван. А льва убил предведь Джамбаван. Джамбаван. Он сказал, что обычно лев убивает медведя, но здесь в этой лиле медведя бил два. Это была воля Кришны. Поэтому по воле Кришны также никто не знает, какая линия, в какой момент времени Медведя. Он не знает, что он не знает. Вам нужно это просто переварить и принять в сердце. И вся эта фрустрация приходит в девушке, когда они не принимают эти точки, потому что они хотят сделать какую-то конструкцию. Это конструкция, и это будет конструкция всегда. И они просто хотят гарантировать себе какую-то безопасность, что вот эта вот институция, вот эта в этой организации станет на веки вечные самые такой... Мы сделали конституцию нашего организации. Мы все прописали, что можно. Теперь это полностью, совершенно, все гарантировано. Никогда так не будет. Так что Прабхар Бхатистан Сутакура, в summary, Он сказал, что, в основном, когда эти институции сделаны, они становятся дамбами и дамбами, чтобы остановить дживы, и, в заключении, Шулла Бхатистан Сутакура сказал, что часто эти институции и организации становятся такими дамбами, плотинами, которые, наоборот, перекрывают поток джив к Господу. И очень скоро, Он сказал, что «неград на земле не может остановить дживы от беременных пульпетов». Я считаю, что его примеры. Он сказал, что «неград на земле не может остановить дживы от беременных пульпетов». И очень скоро не будет даже такой силы, которая сможет остановить Путана, для того, чтобы они захватывали пульпетскую пульпетку. А Путана? Никто не может остановить Путанас от беременных пульпетов, в том, что Путана, это не означает, что Путана, на самом деле. То есть, Путана здесь не означает, что Путана, на самом деле. Путана здесь не такая метафора для фальшивых преданных. И, соответственно, Он говорит, что «неград на земле не может заменить чистый поток милости и Ачарии». Но, с другой стороны, без таких организаций и институтов нет никакой системы поддержки. Как будут парикраммы в фестивале проходить? Поэтому институция и такая организация – такое необходимое зло. Однажды Грудеф подошел ко мне и сказал, «Никогда не присоединяйся никакой организации». Он сказал, «Я в Гауди Абиданта Самхити». Как только это станет неблагоприятно для моего Бхакти, я уйду. И однажды я разговаривал с какими-то саньяси. И я сказал, «А я не член Гауди Абиданта Самхити». «Я не член никакой организации». Я просто так просто дружно сказала то, что мне Грудеф сказал. Но они это воспринимали по-другому. И пожаловались к Грудефу. Грудеф позвал меня. «Ты что, сказал, что ты не член Гауди Абиданта Самхити?» Я сказал, «Да». Я сказал, «Инедленно отправляйте там Гауди Абиданта Самхити». «Немедленно отправляйте там какие и принимай ловения за всей своей одеждой на тебе». «И очисти от этого оскорбления». «То есть в разные дни он говорил разные вещи на этот счет». «Нужно стараться это определить». «У нас должна быть мамота привязана к организации нашего Гуру». «У нас должна быть мамота привязана к организации нашего Гуру». «Со мы хотим служить в этой организации и мы хотим, чтобы она была успешна». «Но в то же время мы принимаем то, что благоприятно для Бхакти». «Но мы должны расставить приоритеты. Если когда-то это будет неблагоприятно для Бхакти, то мы всегда должны выбирать Бхакти». «Но это не нужно использовать как предлог». «У моего Гуру Дэви тысячи учеников. И одного из них я не люблю». «Это неблагоприятно для Бхакти, я ухожу». «Иногда то, что нам кажется неблагоприятным для нас, на самом деле просто неудобно». «Но не нужно путать неудобства с чем-то неблагоприятным для Бхакти». «Гуру дает целую кучу приказов ученику, которые на самом деле неудобны, но это благо для него». «То есть нужно стать зрелым, чтобы понять, что является неблагоприятным, а что просто неудобно». «Это очень такой взрывоопасный вопрос». «С этим связано много всяких проблем эмоциональных различных». «Поэтому нам нужна зрелость, чтобы примирить все эти острые увы». «И ухоsea! on!» «Борога Воскресенье!..." «Он!» «Он уроки двадцать+. Нагрех! АДПОСТАЛЬБА! СТОМ, КРМы, к К Stro. Продолжение следует...